И снова здравствуйте, с вами Деф. Ну а сегодня мы продолжим знакомиться с линейкой мультяшных фигурок по черепашкам ниндзя от компании Нека. И сегодня у нас Бакстер, Стокман и Сплинтер. Тот самый Сенсей. Я лично очень долго ждал эту коробочку. Коробочка совершенно стандартная для всех фигурок от компании Нека по мультяшным черепашкам ниндзя. А именно это большая прозрачная передняя часть, которая показывает нам как все аксессуары, так и фигурки. На ребрах фото фигурок во всей красе, как и на обратной стороне. А также фото фигурок, которые можно приобрести в рамках этой линейки. А именно это два Тридцератона Заракс и Зорг, обзор на которых мы уже делали ранее. Тридцератон и два робота Роу Килл Роуди. И два каменных солдата. Все эти обзоры мы уже делали. Ну что ж, давайте откроем данную коробочку, посмотрим что внутри. Это мне кажется самая большая коробка, которую Нека успела сделать по черепашкам ниндзя. Именно по наполнению аксессуарами. Но перед тем, как мы со всем этим ознакомимся, давайте поближе попробуем познакомиться с Бакстером Стокманом. Потому что, как выяснилось, далеко не все мои подписчики и мои друзья помнят и знают этого персонажа. Итак, Бакстер Стокман это один из тех персонажей, которые появились еще в оригинальных комиксах издательства Мираж и потом перекочевали в одноименный мультфильм 1987 года. Также Бакстер конкретно появлялся в многих других мультиках, а также в одноименном фильме, который лично мне хочется забыть. Но это вопрос вкуса, ни больше ни меньше. Итак, персонаж изначально был безумным доктором, которого никто не понимал и он в итоге оказался на улице. Однако его гений был замечен Шреддером, который решил использовать его в своих злобных целях. Но, как мы все помним абсурд всего того, что происходило в черепашках ниндзя, давайте касаться именно мультфильма 1987 года, то Бакстер никогда не славился какими-то очень хорошими и очень годными изобретениями. Единственное, что мне кажется, можно отметить из его изобретений, это вот этих вот роботов-собак, которые мне лично очень запомнились во той самой игре. А так, в основном, все изобретения Бакстера были, ну, такими себе. И Шреддер и Крэнк дружно решили от него избавиться через расщепление его на молекулы внутри технодрома. И превращение Бакстера в муху — это реверанс в сторону одноименного фильма «Муха», который вышел за год до появления оригинального мультика. И, как и в том самом фильме, в расщепитель молекул залетела самая обычная муха. И при расщеплении, не поддаваясь никаким законам логики, физики и всего остального, его не расщепило, а объединило вместе с мухой в одно целое. Таким образом, Бакстер-Стокман — это не результат действия мутагена, а это именно что изменение на молекулярном уровне посредством вот такой вот технологии. Собственно, во всех грехах он логично обвинил Шреддера и Крэнга, однако им время от времени удается убедить Бакстера, что на самом деле это не они виноваты, а это все черепашки. Ну, опять-таки, потому что логика тех самых мультфильмов. И таким образом у нас появился персонаж Бакстера-Стокмана. Давайте перейдем непосредственно к самим фигуркам и к аксессуарам, которые идут с ними в комплекте, и я предлагаю нам начать с... Ну, давайте начнем с самого большого. Нет, это не компьютер. Это вот такой вот коврик. Если я правильно помню, как он называется, это татами. Это некий такой коврик, на котором сплинтер может медитировать или же учить черепашек чему-то и так далее, тому подобное. Он сделан из очень приятного мягкого материала, очень тоненький. Вы знаете, на что материал похож? Коврики для йоги, только тонкие. Вот он примерно такой же точно. Мне повезло, мой абсолютно цел. Я видел обзоры, пока ждал фигурок. Где он рвался в процессе доставки, распаковки и всего остального. Мой абсолютно цел. Однако, что вот с таким большим ковриком делать на моем дисплее, я не представляю. Потому что у меня на дисплее даже для фигурок места не хватает. А это определенно пойдет в пакет. Давайте продолжим знакомиться с аксессуарами сплинтера. Я понимаю, что это притягивает ваше внимание, но все-таки. У сплинтера на самом деле было два дефекта. Во-первых, у него в комплекте идет две правые руки с полу сжатым кулаком. Погуглив, пообщавшись с человеком, у которого есть эта фигурка, должно идти, естественно, левая и правая. Мне в данном случае не повезло, но я ни о чем не жалею. Я эти руки в любом случае использовать не буду. Также, я это уже постил у себя в группе ВК. Вот этот сустав. Штырек. Был очень слабенький, сустав выскакивал. Поэтому я выбил штырек, обрезал литник с миниатюрок, обточил его, засунул туда. И нагрел горячим феном, после прижал для того, чтобы сделать вот такую вот шляпку. Под кимоно все равно не видно, и сустав совершенно спокойно держится. Но, тем не менее, я думаю, что это можно записать смело в брак. Потому что далеко не каждый коллекционер возьмется чинить, рихтовать вот таким образом фигурки. Так что у сплинтера есть две небольшие вот такие вот поломки, дефекта. Но, опять-таки, это не испортило мое ощущение от коробки. Я все еще ей абсолютно доволен. Далее, в комплекте идет вот такая вот рука. Ну, какой-то такой интересный жест. Типа, не спешите, дети мои, успокойтесь. Хватит есть пиццу. Ну, вы поняли. Далее, полураскрытая ладонь. Вторая такая рука одета на фигурку. И рука с вытянутым пальцем, то есть, чтобы он либо грозил кому-то, либо учил и так далее. Именно вот с такими аксессуарами фигурка и пойдет у меня на полочку. Собственно, вот остался след от пластилина. Знаете, такой белый пластилин, который не оставляет жирных разводов. У меня, к сожалению, его сейчас с собой нет. Собственно, я на него закрепил трость и вполне держится. Поэтому именно вот в таком виде фигурка у меня на полочку и пойдет. И вот это. Ну, давайте я это без комментариев оставлю. Далее. Трость. Трость мы уже видели. Сделана отлично. Говорит здесь что-либо, мне кажется, совершенно бесполезно. Потому что просто коричневая палочка со спиралькой. Плюс большое количество таких вот маленьких углублений, порезов. Всего вот этого. Это все-таки кусок дерева, достаточно небрежный. И он сделан отлично. Очень. Очень мне нравится, как сплинтер вот в таком вот виде смотрится. Далее. В комплекте идет книжка, которая видела несколько нехороших вещей в этой жизни. Давайте выразимся так. Но сделана очень прикольная. Эффект страниц есть, эффект порванности есть. Покрашены. Я хочу обратить на это ваше внимание. Мои постоянные подписчики понимают, о чем говорю. Покрашены корешки из металла. Отлично. Отличная вещь. Я ее определенно положу куда-нибудь на диораму. Просто для того, чтобы создавать больше деталей. Далее. Вот такая книжка. Раскрытая. И на ней изображены, естественно, деятели искусства. Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль. С карикатурными красивыми. Очень красивыми, я считаю, изображениями. И я думаю, все прекрасно понимают, что это именно та книжка, которую читал Сплинтер в честь вот этих вот великих людей. Он назвал своих приемных сыновей. И на обложке у нас есть, конечно же, красивый арт. Мне кажется, это замечательно. Действительно, мне очень-очень понравился этот аксессуар. К сожалению, я не могу ему придумать никакого логического применения, кроме того, что просто положу его на диораму, чтобы он там был. Далее. В комплекте идет вот такой вот свиток. Видел в интернетах, что кто-то пробовал читать это и искать в этом какой-то сакральный смысл. Я этим заниматься не буду. Прикольный аксессуар, но я не могу ему так же придумать никакого логического применения, поэтому он тоже пойдет у меня в пакет. Но очень прикольно, что его добавили. Опять-таки, разные цвета по вот этому пергаменту. Тут он более светлый, тут он более такой. Я не скажу, что темный, но вы поняли, просто другой цвет. Опять-таки, коричневый, серебряный, серенький, пардон. Все отлично, замечательно. Далее. В комплекте идет вот такая вот крыса. Очень прикольная. Посмотрите, даже усики отдельно сделаны. И все покрашено. Даже зубки. Зубки отдельно покрашены. Отлично. Совершенно отличная вещь. По каноничному мультику, как и по одноименному фильму, если ничего не путаю, по комиксу конкретно, Сплинтер мутировал из крысы. То есть, Сплинтер оригинально, это крыса. По мультику 1987 года, это человек, который мутировал в крысу. И вот такой сеттинг мне лично нравится больше. Ну, а то, что у нас есть вот такая вещь, это определенно прикольно. Нашел в интернете инфу, это не точно, что вот этот медальон, который также идет со Сплинтером в комплекте, он, кстати говоря, одевается ему на голову, именно так он у меня на полочку и пойдет. Этот медальон можно засунуть крысе вот таким вот образом в лапки и в пасть, чтобы она его как бы грызла. Но держится это все на честном слове, и я, если честно, не уверен. Если кто-то знает, к какому эпизоду этот референс относится, я буду очень признателен, если сообщите мне в комментариях. Пока что медальон на шею Сплинтеру, крыса на диораму. И последний аксессуар Сплинтера, это меч. Он тоже появлялся в мультсериале. Это волшебный меч, который, когда берет в руку какой-нибудь некий мастер, в данном случае это был Сплинтер, он вспыхивал огнем, а также мог превращаться в другие режущие предметы. Но тоже очень прикольно, что это сделано. Эффект огня мне очень нравится. Хоть он и лишен каких-либо дополнительных цветов, это просто светло-оранжевый прозрачный, но когда я вот это вижу, я вижу, что это горит огонь. И да, обратите внимание, что здесь как бы он более темный, что правильно. Однако аксессуар достаточно тяжелый, вот эта вот часть пластиковая, и зафиксировать меч в руке Сплинтера, чтобы он его держал, замахнувшись, у меня не получается. Но я, если честно, стараться особо не буду, потому что в любом случае Сплинтер пойдет на полочку именно так. Далее. Бакстер. Бакстер в комплекте идет вот с таким вот компьютером. Это не земной компьютер, это компьютер, который нашел Бакстер на космическом корабле, который как-то оказался на Земле, и зовут его Зи. Просто Зи. У него вот такой вот очень интересный эффект. Мы в детстве называли это голограммой. Помните, в детстве у нас были фишки, тест на возраст. Вот у фишек, у некоторых, у бит фишек, да и у фишек тоже был вот такой вот эффект. Мы называли это голограммой. Прикольный, очень прикольный аксессуар, но совершенно бесполезный. Как его использовать на дисплее, я не представляю. Если когда-нибудь Нека даст нам все-таки диораму вот этой вот лаборатории, или же технодрома, то да, его туда можно будет поставить. Пока что он отправится у меня в пакет. Еще один интересный момент, который нашел при просмотре других обзоров по этим фигуркам, вот тут есть небольшое отверстие, которое как бы намекает, что сюда нужно что-то вставить. В мультике оригинально у этого компьютера на определенном этапе появилось энергетическое тело. То есть это была материализованная энергия. Возможно, на каком-то этапе разработки думали сделать ему такое же тело, но потом, наверное, подумали, что персонаж слишком незначительный, чтобы ему давать целую фигурку. Хотя, кто знает. Далее. В комплекте идет вот такой вот бластер, который появился в той же серии, что и компьютер. Это бластер тоже неземного происхождения, однако на нем есть все земные животные. И он тоже использовался в мультсериале, и сейчас мы поговорим о том, как. Я с этим бластером Бакстера именно и пущу на полочку. Он совершенно замечательно лежит в руке и очень хорошо смотрится на фигурке. Собственно, Бакстер использовал этот бластер. Вот муха. Для того, чтобы стрельнуть в шредера и превратить его тоже в муху. И это шредер муха. Это очень прикольно. Это очень милая маленькая вещь, которую вылепили, которую покрасили, добавили в коробочку. Это замечательно. Но, опять-таки, она совершенно бесполезная и отправится у меня в пакет. Очень грустно на самом деле. Просто поставить ее на диораму, ее, во-первых, не будет видно. А во-вторых, если что-то пойдет не так, я напоминаю, что я живу в Греции, у нас очень часто бывают землетрясения. Ну и в целом у меня фигурки часто падают с полок, потому что как бы температура воздуха намекает на то, что пластик может становиться более мягким. Поэтому такие вещи у меня очень часто теряются. Далее, Бакстер использовал вот это безобразие для того, чтобы стрельнуть в Микеланджело вот этим. Я поначалу думал, что это кролик. Но нет, интернет подсказывает, что это некий грызун, какая-то мышка-полевка или как-то так. Но да, у нас есть майки вот в таком вот образе. Выглядит очень прикольно, даже, я бы сказал, где-то крипово. Но, опять-таки, классный аксессуар, который тоже пойдет в пакет. Далее, в комплекте идут сменные руки. Рука с полужатой ладонью, чтобы держать что-то в руках. В данном случае это будет либо этот бластер, либо второй пистолет. Сейчас его посмотрим. Кстати говоря, обратите внимание, что на пальцах вылеплены ногти и текстура рук. Потому что это не перчатка, это настоящая синяя кожа Бакстера после мутации. Далее, рука сжатая в кулак. Вторая рука одета у меня на фигурку. Еще одна рука с взведенным курком. И еще одна рука с полураскрытой ладонью. Далее, в комплекте идет вот такой вот бластер. Все очень простенько, маленькие, три цвета, но ровные линии, ровные кружочки. Все замечательно. Очень классно, но опять-таки в пакет. И в комплекте идет вот такой вот цветок, который пойдет, нет, не в пакет. Я его обязательно поставлю на диораму. Во-первых, на диораме много свободного места. Во-вторых, есть окна и есть кондиционер. Скорее всего, туда я его и поставлю. В мультике это был тот же самый эпизод, в котором Бакстер превратился в муху. И это выдуманное растение, если ничего не путаю. Его называли вроде бы Доку. И тот, кто его понюхает, аромат от этих цветов, он умрет к закату. Его, естественно, понюхала Эйприл. И черепашки вместе со Сплинтером всю серию искали ему противоядие. Естественно, нашли. Это сделано из мягкой резины, но очень, очень прикольно сделано. Во-первых, фиолетовый горшок, черная ровная линия. И зелененькие цветочки, желтенькие внутри, розовые. Отлично, отлично. Заморочились, сделали, вылепили, покрасили. Супер, очень классно. 15 минут видео, во всяком случае, у меня на таймере сейчас идет. И мы только-только переходим к фигуркам. Если вы все еще здесь, спасибо вам. Итак, давайте начнем с фигурки Бакстера. По детализации, я думаю, здесь говорить нечего. Это все та же самая замечательная Нека, которая отлично добавляет детализацию в минимализме. Там, где ее нужно добавить. И это прям-таки замечательно смотрится. Единственное, вот тут немножко сошла краска, скорее всего, когда его упаковывали. Потому что я его достал таким прямо из коробки. Во всем остальном у него все замечательно. Он яркий, на нем много цветов. Они хорошо подобраны. Они красиво смотрятся. Замечательно. Голова установлена на шаровом шарнире. Поэтому она неплохо опускается вниз. Наверх не поднимается. Он упирается в текстуру собственных волос. Но очень хорошо ходит из стороны в сторону. Ну и, разумеется, вращается вокруг своей оси. Далее. В плечах установлены петли обычные, которые позволяют руке подняться хорошо вверх. И вращаться вокруг своей оси, соответственно. В локте двойной сустав, который Neko в последнее время очень часто использует на своих фигурках. Вроде как они говорили, что они хотят от этого отойти. Но, не знаю. Меня лично все устраивает. Все хорошо. Двойной сустав, который красиво спрятан под натуральную покраску. Если мы вот так вот развернем его, то вообще все замечательно. Далее. В кисти. Мы кисть видели. Вот, собственно, сустав. Поэтому она ходит из стороны в сторону. Я не хочу ее разрабатывать. Особо очень тугой сустав. Я его ни разу не гнул. Но вы его видите. И, разумеется, вращается вокруг своей оси. Вот из-за этого я и не хотел разрабатывать сустав. Кстати говоря, вот эти штырьки, они очень маленькие. Поэтому рука у Бакстера достаточно легко вываливается. Далее. Интересный факт. Вот это. Видите? Он с обоих сторон мягенький. То есть его натуральное тело намного меньше, чем вот это. Но у меня к этому претензий никаких. Это мягкая резина. Она соблюдает текстуру одежды. И это прям замечательно. В ногах установлены обычные петли, которые позволяют Бакстеру хорошо шагнуть вперед. Назад нога не идет. И двойной сустав у такой маленькой фигурки в колене. И это прям отлично. И в щекотке есть сустав, который буквально чуть-чуть оттопыривается вниз. Граммочку поднимается вверх. И ходит из стороны в сторону. Мне бы хотелось, чтобы он больше оттопыривался назад, потому что я Бакстера буду подвешивать за крылья. То есть я хочу, чтобы он у меня висел в воздухе. И для того, чтобы фигурка висела, приятно, когда носок можно оттянуть. Далее. В крыльях установлены тоже петли, которые позволяют крылу хорошо ходить назад-вперед и вращаться вокруг своей оси. Аналогичная ситуация и вот с этими дополнительными ручками. В них суставов нет. Но единственный сустав, он вот тут. То есть какое-то движение от них получить можно. Кстати говоря, мне очень понравилось, как они реализовали эффект того, что вот этот вот джемпер его, без рукавочка, она порвалась, когда вот это все дело из него вылезало. И это прям очень-очень клево. В общем, замечательно сделан. Это у нас что такое? Это краска. Замечательно сделан и мне фигурка Бакстера очень-очень понравилась. Далее Сплинтер. У Сплинтера на самом деле говорить о нем что-то сложно, потому что я лично его расцениваю больше как статуэтку, нежели фигурку. В принципе, как и Бакстера. Особо я позировать в каких-то супердинамических позах его не планирую. Как я вам и говорил, вот так он у меня пойдет на полку. Тем не менее. По текстуре шерсти у него тоже все замечательно. Очень много текстуры на нем. Вон, видите, тут другой цвет. Прям очень классно. Претензия на усы. Ровные глаза. Он не косит. Все отлично. Нравится выражение правей. Они чуть-чуть по-разному как-то так смотрят. Очень прикольно. Челюсть открывается. И внутри мы видим покрашенную пасть. Но вот в таком виде мне он вообще никак не заходит. Я все-таки привык видеть его либо закрытым ртом, либо он так говорит, что практически толком не видно анимации. Он такой, в принципе, молчаливый сенсей. Кстати, фан-факт. Цвет кисти и цвет руки разный. Но, тем не менее, учитывая то, что у нас есть кимоно, это наики сошло с рук. Шалость удалась. Голова установлена на шаровом шарнире, поэтому она хорошо опускается вниз. Наверх поднимается строго до прямого состояния. Вправо-влево практически не ходит. И, разумеется, вращается вокруг своей оси. В пузе. Вот сустав, который позволяет диафрагме вращаться вокруг своей оси. Вперед-назад, вправо-влево он практически не ходит. Далее. В локте, как мы с вами уже видели ранее, установлены двойные суставы. Которые позволяют локтю очень хорошо, свободно, абсолютно свободно гнуться. Далее. В ноге установлен сустав, который позволяет сплинтеру хорошо шагнуть вперед. Двойной сустав в колене. Реализованный через дополнительный кусочек. Нога очень хорошо гнется. И, далее, мне очень-очень нравятся его вот эти вот длинные ноги. Они позволяют вот такой достаточно кругленькой фигурке ровно стоять. Он всегда хорошо стоит. Я уверен, что эта фигурка с полочки никогда не упадет. Трид-сератоны, для сравнения, действительно плохо стоит. Тут еще, конечно, способствует, как я уже и говорил, жара, но тем не менее. В ноге у сплинтера вот такой свободный сустав. Наверх поднимается, ну, чуть-чуть больше, чем прямой угол. И есть сустав в носке, который вниз не оттопыривается, но хорошо поднимается вверх. Мне лично кажется, он лишним, потому что ставить сплинтер в какую-то динамическую позу, где нужно гнуть носок, ну, мне кажется, нет. Хотя, опять-таки, вариативность это хорошо. Хвост. В хвосте присутствуют дырки, поэтому мы можем сказать точно, что здесь есть проволока, и это замечательно. Помимо вот таких вот длинных ласт, кстати говоря, есть отверстие даже для подставки, то есть и это можно сделать. Его можно зафиксировать еще и на третью точку опоры, которая будет хвостом. Это тоже очень-очень классно. Высота фигурок Бакстера и сплинтера. 11,5, ну, чуть-чуть 12 сантиметров. Сплинтер. Я бы сказал, 12,5, если брать с ушами, то 13,5. То есть они очень-очень маленькие. И вот таким образом они будут выглядеть другими фигурками, которые шли в рамках той же самой линейки черепашек-ниндзя. А именно это Зорг Трисератон, Шреддер. И рядом я поставил Микеланджело, потому что мне кажется, на любом сравнении размера черепашек-ниндзя, линейки фигурок черепашек-ниндзя, должна быть черепашка. И Крысидный Король, обзор на которого мы делали прошлый раз. То есть, опять-таки, они замечательно вписываются в линейку, хотя... сплинтер... Да нет, по размеру он вроде такой и был в мультике, он был чуть-чуть пониже черепашек. Итак, подводя итог этого видео, я думаю, не нужно повторять, что фигурками я лично остался очень доволен, даже невзирая на те небольшие огрехи, которые у меня произошли со сплинтером. Также я очень благодарен Некке за то, что они положили Бакстера в одну коробку со сплинтером. Почему? Дело в том, что о приобретении сплинтера я даже не думал. Когда я узнал, что анонсирована фигурка по черепашкам-ниндзя, я просто знал, что будет и сплинтер, и Эйприл, и так далее. И вот четыре черепашки сплинтер-Эйприл, эти шесть фигурок, я лично просто очень хотел, и я даже не обдумывал, я просто знал, что я их точно куплю. А вот Бакстер Стокман, мне этот персонаж почему-то в детстве очень запомнился, и в игре тоже он мне хорошо запомнился, поэтому я лично обрадовался, когда узнал, что вместе со сплинтером дадут еще и Бакстера. Был приятно этому удивлен. Что же касается наполнения коробки, вы знаете, вот тут у меня достаточно противоречивое ощущение. Несмотря на вот эту вот всю гору, буквально гору аксессуаров, я буду из них пользоваться только тростью сплинтера, двумя руками на каждую фигурку. И бластером Бакстера Стокмана. Все. Все остальное пойдет в пакет. Да, я смогу положить, допустим, цветок и две книжки, и вот эту маленькую крысу на дисплей, но опять-таки у меня есть дисплей. А если у вас просто обычная полка фигурок, и вы приобретали только черепашек сплинтера, и, допустим, вам дали Бакстера, куда вот это все девать? Аксессуаров очень много, они совершенно хорошие, они замечательные. Я безумно благодарен Некке за то, что она с такой трепетностью и с такой любовью отнеслась к этому всему делу и воссоздала их. Но мне кажется, как бы грубо это ни звучало, они перестарались. Мне кажется, что если бы можно было отказаться от практически всех этих аксессуаров, и добавить нам, допустим, двух вот этих вот роботов, которых создал Бакстер, просто в коробочку положить. То есть сплинтера, его трость, бластер Бакстера и два вот этих вот робота. Не надо их делать большими, просто можно даже суставов им не делать, поставить их в какую-то определенную позу, сделать маленькими статуэтками. И сделать их, ну, допустим, чуть выше колена Бакстеру. Я был бы безумно доволен и 100% они пошли бы на любой дисплей, абсолютно в любой дисплей, они бы вписались. В любом случае, фигурки по черепашкам ниндзя еще будут выходить, я их продолжаю заказывать. Я все так же жду достаточно большое количество фигурок, которые у меня уже заказаны. О продолжении линейки будем думать позже. Ну а на этой позитивной ноте, я думаю, можно заканчивать данный обзор. Если вам понравилось и вы хотите увидеть еще обзоры фигурок, я напоминаю, что в следующем мы будем открывать Блад Энджелос Хеллганом по вселенной Вархаммера 40 тысяч от компании McFarlane Toys, то подписывайтесь на канал и жамкайте на колокольчик, дабы не пропустить уведомления о следующем видео. Разумеется, я хочу напомнить, что приветствую любую конструктивную критику, связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь на YouTube, либо же через мою группу ВКонтакте, ссылку я оставлю в описании к этому видео. Если вам нравится все, что происходит на этом канале и вы хотите помочь ему в развитии, то подписывайтесь на Boosty. Видео там выходят на данный момент на две недели раньше, чем на канале. И также есть доступ к закрытому телеграм-чату, где мы обсуждаем будущее развития канала. Если вам все это интересно, то подписывайтесь, я вам за это буду искренне благодарен. Ну а на этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго. Продолжение следует...